Статистика дорожных происшествий в Карачаево-Черкесии заставляет автоинспекторов большое внимание уделять профилактическим мероприятиям. И если взрослых перевоспитать бывает довольно сложно, то участие в акциях подростков наверняка поможет воспитать правильных водителей и пешеходов. Заодно из таких наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Детвора активно рассекают вдоль проезжей части на велосипедах. И если в дневное время их действия хорошо заметны автомобилистам, то вечером многое превращается в тёмные пятна. В такой ситуации помочь могут светоотражающие элементы на одежде или транспортном средстве. Учащиеся Хабетской средней школы и полицейские провели профилактическое мероприятие. Чтобы пешеходы и подростки на велосипедах были заметны и в темноте, каждый из оказавшихся поблизости получил в подарок специальную наклейку. Причём и сами юные инспекторы дорожного движения должны были показать свои знания по теме. Вот у тебя сейчас светоотражающий жилетик. Для чего он необходим? Если, например, темно я перехожу дорогу, чтобы водитель издалека увидел, что я перехожу и успел тормозить. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено световозвращающим элементам, так как по статистике наезд на пешеходы – один из самых распространённых видов дорожно-транспортных происшествий. И основная доля наездов на пешеходов с такими последствиями происходит в тёмное время суток на неосвещенных или малоосвещенных участках дорог. Так как вечером сейчас уже рано темнеет, дети всё-таки возвращаются со школы, идут на какие-то секции, они переходят дорогу по пешеходным переходам. И если их верхняя одежда сливается с погодными условиями, с обстановкой, то водителю намного сложнее заметить ребёнка на дороге, если у него нет на верхней одежде какого-то фликера либо световозвращающего элемента. Учащиеся выстроились в очередь, чтобы друг за другом в сопровождении автоинспектора подходить к останавливавшимся транспортным средствам. В руках ребята держали памятки со сводом правил для автолюбителей. Когда полицейские останавливали водителей, те с тревогой ожидали вердикта по какому-либо нарушению. Однако воспитанники образовательного учреждения со своими пожеланиями и буклетами помогали сразу разрядить обстановку. Мы хотим напомнить в очередной раз, чтобы вы были внимательны в тёмное время суток при проезде пешеходных переходов. Во избежание трагедии, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, пропускайте пешеходов, будьте внимательны. Дети подготовили памятки, хотят вам вручить. Как проходят занятия по безопасности дорожного движения? Насколько вам полезна та информация, которую преподносит? Эта информация очень полезна, её надо обязательно соблюдать, чтобы не подвергать свою жизнь в опасность. Ну как сами занятия проходят? Наверное, просто скучные лекции, неинтересно рассказывают вам, и вы уже засыпаете на занятиях? Нет, нам очень интересные лекции и так далее. Нам рассказывают, что надо переходить дорогу только на зелёный свет, что нам надо соблюдать правила поведения и так далее. По словам школьников, на занятиях они постоянно моделируют возможные ситуации на дороге. Стражи порядка и педагоги объясняют, как вести себя в той или иной ситуации, почему необходимо пристёгиваться при проезде в автомобиле, что можно и чего нельзя делать вблизи проезжей части. На оживлённой трассе знания правил и умения их применять на практике лишним уж точно не будет. Возможно, действия кого-то из ребят станут примером для старших родственников. С детьми, конечно, периодически проводятся занятия, как педагогами, так и нами, сотрудниками отдела ГИБДД. В плане изучения правил дорожного движения. Дети всегда активно участвуют в наших занятиях. А когда принимают участие, непосредственно уже на дороге, с участием водителей, проявляют, конечно, повышенный интерес. Им очень интересно общаться с водителями, раздавать им свои письма с обращениями, которые они часто пишут. Только вовлечённость ребят в профилактическую работу поможет им как можно скорее усвоить все необходимые правила безопасного поведения вблизи проезжей части. Доказано практикой, эти знания спасли огромное число человеческих жизней. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия, Хабесский район.